Сейчас были нарушены права моей подзащитной. Первое, это было нарушено ее право на защиту, предусмотренное Конституцией Украины. А второе, это ее безосновательно была остановлена патрульной полицией, так как когда-то ранее, приблизительно два года назад, патрульный полицейский, вот он стоит перед вами, можете обратить на него камеру, он ее останавливал за вождение в неизвестном виде. Исходя из этого, он, наверное, подумал, что она постоянно ездит, в течение какого-то длительного времени постоянно ездит, нетрезвая за рулем. Они с нарядом полиции следили за ней, и после того, как она остановилась здесь, они начали требовать у нее документов. При этом не дали никаких объяснений, почему они требуют у нее документы, и не показали ей видеофиксацию какого-либо нарушения. Далее все остальное уже есть на их камере видеоспостража. Меня зовут Сидоров Дмитрий, инспектор патрульной полиции, управление патрульной полицией в городе Одессе. 21 сентября, двигаясь по Крыморскому району, заметили автомобиль с явными повреждениями, а именно, как вы можете заметить, повреждения переднего бампера и правой фары. И правого кула. Смотрите, после чего этот автомобиль был остановлен? Дабы спросить, почему транспортное средство эксплуатируется неисправно. На что водитель отказался предъявлять какие-либо документы. Позже, согласно базе на иск, которая имеется в распоряжении патрульной полиции, было установлено, что данного водителя ранее останавливали, уже привлекали по части 1 ст. 130 Кодекса Украины про админ правонарушения, а именно въезда в нетрезвом виде, а именно в алкогольном опьянении, что было засвечивано экспертизой. После чего водитель отказался каким-либо способом предъявлять свои документы. Также, согласно этой базе, было установлено, что данный водитель был лишен судом на год управления данным транспортным средством, а именно от 10-го месяца 16-го года. То есть на данный момент водитель лишен управлять транспортным средством. Он не имеет права управлять. С основной этого было составлено админ материалы по факту управления водителем транспортным средством. Перед тем он был лишен, то есть не имеет права управлять. Это статья 126-я, час 2-я, Кодекса Украины об админ нарушениях. Также приехал адвокат, после долгих споров адвокат все-таки выписал ордер. Все-таки он стал уже на законных основаниях представлять интересы данного водителя. Сейчас он дает пояснение за своего подзащитного. Согласно 268-й статье Кодекса Украины об админ нарушениях, особая, которая притягивается до админ-вредповеданности, мое право знали, я милю вас и смотрел мое справа. Согласно 251-й статье Кодекса Украины об админ нарушениях, это может быть пояснение, свитки, будики пояснение, фото, видео, фиксати. То есть имеет право ознакомиться вообще без вопросов. Это законное право человека, никто ему отнять не может. Понял, спасибо. Что еще добавить вам? Есть какие-либо вопросы? Все, как бы вопросы. Спасибо. Можете тоже ситуацию прокомментировать? Что вы, как бы, считаете, как было по-вашему? Ну, во-первых, я хочу объяснить то, что ребята злоупотребляют в своей должности, потому что уже не первый раз меня преследуют. В течение года меня молодой человек, который работает в полиции, приглашал меня на свидание. Он мне просто не давал жизни и покоя. И за счет того, что я отказывала ходить на свидание, он просто-напросто меня везде преследовал, ездил и постоянно меня штрафовал. Потому что, извините, уже у меня два года жизни не было. В данном у меня точно такая же ситуация. Я поворачиваю, ребята меня останавливают ни за что, ни про что. Начинают требовать документы, начинают мне угрожать. Потом вот товарищ, который три нуля, достает нож, начинает мне угрожать ножом. Я пытаюсь закрыть окно, защититься. Он бежит, начинает мне прокалывать, якобы, колеса, чтобы я не уехала. Ну, извините, ну, это же бред. Обратите внимание, что все колеса стоят. Естественно, я вызвала адвоката, я уже не знаю, как себя просто защищать от нашей доблестной полиции. А колеса-то когда прокалывались? Сегодня? Мне, конечно, чтобы я не закрыла окно. А кто нож доставал, я прошу прощения? Снимите, пожалуйста, снимите, пожалуйста, на видео. Я там, кстати, фонарик не застрял. Снимите, пожалуйста, на видео. Вы можете снять за видео, а фонарик мне не дают ни закрыть ни окно, ничего. И в течение двух лет меня постоянно преследует полиция. Полиция упередает в своем служебном положении. Ездит, высматривает девушек симпатичных и начинает хватать нервы. Нет, потому что два года назад они ее уже останавливали, а сейчас я что-то, тут что-то с мотивом, а что-то проваливается. То есть, потому что ухаживать хотела, видимо, вот, но эта версия остановилась. Вы задаете этот вопрос уже пятый раз, вы можете уже угомониться с этим вопросом? Я же сказала, я буду свидетельствовать людей, если нужно. Я слышала, как он угрожал сотрудникам, поэтому... Слушайте, девушка совершенно, вообще, не понятно, откуда взошли. Мне тут уже долго на стороне договариваются и договариваются о чем-то, поэтому... Здравствуйте, давайте знакомимся, меня зовут Силдюй Дамбур, я ведусь в дорожном поле, посмотрю, что у вас за инцидент произошел здесь. Это все закончится. Зафиксируйте маты, пожалуйста, с этой темой. Твои маты я зафиксировала, понятно? Она 100% в дежурной полиции. Я тебя увижу, когда в суде мы с тобой поговорим. И еще она 100% в дежурный свидетель, который потом приходит... Вот это, вот, давайте, давайте. Я хочу заметить, конституция Украины предусмотрена в правильной защите. А исходя из этого... Приехал Санкт-Петербург.